Я не знаю, что на туфажерии холодно, так что фабриарная шпатра. Это студия Мидфактори, здесь мы записывали второй альбом. Возможно, шизит, здесь другая шиза. В «Спартаке» самый лучший болельщик, наверное. Первое слово, московский «Спартак», так же у нас альбом вышел через 9 месяцев от начала работы. За «Спартак» мы готовы идти до конца. Салют, красно-белые, вы смотрите новый выпуск «Дневника фаната». В этом выпуске немного о выезде в Хабаровск, покажем небольшой отчетовый матч с Уфой и более подробно расскажем о том, как записывался второй диск в «Атре». Пойдем на студию. Это студия Мидфактори, здесь мы записывали второй альбом. Начнем с нашей пункты отдыха. С самого интересного. Вот здесь вот за чаем, исключительно за чаем, с ушками и пряниками происходили споры, какие-то разборы песен, придумывание какие-то настукивания, наигрывание каких-то моментов. Вот здесь сейчас наши парни продолжают репетировать, несмотря на то, что альбом... Здорово, пацаны! Здесь же вот мы записывали голоса наши, здесь микрофон уставлен, в пюпитре стояли тексты наших песен, профессиональный микрофон и профессиональная студия, в общем-то все, что нужно для качественной записи нашего альбома. А тут у нас сидит наш любимый звукорежиссер, который управляет всем процессом за все альбомы, Дмитрий Демин. Здорово! Привет! Подъехали по ребятам. Парни, привет всем еще раз. Максим Макаре, главный тренер Московского Спартака. Вручаем ему презент от магазина «Фратри». Желаем успеха! Какие эмоции у тебя у вас вызывают то, что вы видите на нашей трибуне, когда... И что вы можете сказать по поводу того, как эта роль фанатов наших, да, играет на поддержку, на игру команды? Это большая эмоция, я думаю, что у вас есть большой публика. Это большие эмоции, отличная публика. Которая нам помогает в трудные моменты. И мы дадим все, чтобы сделать вас счастливыми. Если сравнивать итальянскую поддержку итальянских тифозий с нашими русскими... Да, нет, тифозия очень холодная. И все хорошо. Да, вы теплые ребята, поэтому команде это безусловно на пользу. Спасибо большое, удачи с Денисом. С нами Антон Володин, соочередитель фонда «Красно-белое сердце». Человек, который участвует в организации всех спортивных мероприятий под эгидой «Фратри». И администратор данного музыкального проекта. Ну, зарождалось все еще в далеком двенадцатом году, когда мы по, так сказать, просьбе тогда заводящего и лидера «Ультра Крикса» начали работать над первым альбомом. Ну, и не было ни опыта, ни каких-то, так сказать, финансовых возможностей. Мы собирали там с миру понятие. И потом, когда мы уже сделали работу над ошибками после первого альбома, после его записи, когда мы поняли, что надо работу продолжать, когда уже новый заводящий «Пайл Вау» дал определенный уже, так сказать, ТЗ нам вводный на следующий альбом, мы решили, так сказать, поступить следующим образом. Открыли проект на crowdfunding платформе «Гумстартер», где предложили всем желающим скинуть посильные средства на запись альбома. Ну, второй альбом, фактически отчет его записи, идет с ноября, конца ноября 2016-2015 года. То есть, на этой студии. На этой же студии мы отписывали первый альбом. Поэтому вопрос, где записывать уже не стоял, был вопрос, сколько время и средства. Как туда попасть? Ну, где-то спускаться. Спартак не прост, совсем не прост. Он не боится ни бури, ни гроз. Ему под глаз и все клубы вокруг. «Динамо», «Конюшня», «Милан» и «Хайдук». «Гол, гол, конюшни, гол, мы забьем!» «Два, два, конюшни, два, мы забьем!» «Три, три, конюшни, три, мы забьем!» «Пять забьем, шесть забьем, десять забьем!» «Возможно, шизит, здесь другая шиза». «Парни, с нами Денис Бушаков и Илья Кутепов. Парни, привет!» «Дневник фаната» снимаем, выпуск очередной. Расскажите, пожалуйста, как вообще готовитесь к «Зениту» на данный момент? Пару слов о атмосфере в команде, которая сейчас царит. В принципе, нормально готовимся. Конечно, настроение чуть испортилось после Уфы. И разобрали этот матч, который прошел, да, остался в истории. Пусть не в хорошей такой истории. Но сейчас, в принципе, атмосфера нормальная, самое главное. Даже и проиграли этот матч. Но все понимают, что проиграли его-то не по делу. Думаю, что были хорошие моменты. Это футбол, это судейка. Я сказал, что судья, да? Неправильно. Я сказал, что были такие моменты, которые надо было самим забивать эти голы и никто бы про судейку ничего не говорил. Но все же такие ошибки, в принципе, не должны в стороне оставаться. Золото, блеск и радость побед для вас стали звуком пустым. Неудачу поймем, безволие не простим. Идеология и цели этого проекта. Для чего? Кому? Почему? Это помощь в развитии звуковой поддержки. Каким образом мы видим помощь этого альбома в этом направлении? Люди качают эти песни, записывают, там с диска переписывают куда-то, кому-то вставят эти диски в машинах. Когда человек заучил тексты, когда человек заучил мелодии, ему всегда проще на трибуне это выдавать в более-менее приглядном виде. Поэтому это основная задача этого альбома. И, конечно же, все песни, все треки, все минусовки, на которые записывались, там, песни новые, это все было согласовано, утверждено, то есть никакой самодеятельности с нашей стороны не было. Вот во втором альбоме уже основная задача, которая была, и мы ее выполнили уже для души, для того, чтобы любой желающий, наш, там, именно, болельщик, да, красно-белый, или человек, который гоняет на выезде, а не гоняет просто, слушая, создавал атмосферу для себя, для того, чтобы прийти на стадион, поехать на выезд, на выезд, да просто компании, для того, чтобы у нас был нормальный, четкий саунд с хорошим текстом, с хорошим звуком, того, чего раньше не было. Илья, поздравляем тебя с вызовом сборной национальной нашей. Вот. Расскажи про свои ощущения после попадания в основу. Попадания в основу давно этого ждал уже, своего шанса три года почти. Сейчас, слава богу, закрепился, вроде неплохо играют. Вот как все. В расчет сборной, не знаю, это мой второй вызов, я думаю, все еще впереди. Относительно болельщиков «Спартака», да, когда вы ходите на стадион, вся эта поддержка, все эти заряды вперед, вообще-то придают много эмоций, на самом деле. Конечно, безусловно. Я думаю, что я даже играл в другую команду, да. И когда я выходил со «Спартаком» играть, когда начинается «Боже, Спартак», они все просто, все с ума сходят, это только вперед, только вперед, эмоционально выплеск такой эмоций, вперед выдвигает, что хочется рвать тебе. Так что тут, что сказать, «Спартаки» самый лучший болельщик, наверное. И на протяжении сколько-то 8 туров, да, больше всех «Большая армия болельщиков». Каждый тур у нас больше всех крутой, так что этим все искажено. «Переменно» изначально, когда мы ее планировали записывать, положение клуба было не таким хорошим, как сейчас. Не скажу, что она перестала быть актуальна сейчас. Она вошла в альбом, да. И если будет ситуация, значит будем петь. В любом случае она создает правильный позитивный настрой, слова от души. Вот то, что получилось, продукт действительно, на котором работали не как подрядчик, да, а как сами участники движа, чтобы было не стыдно и чтобы все могли слушать, получать от этого удовольствие. Мы уже договорились и с хоккейным клубом, и с футбольным. Будут наши песни звучать из колонн в перерывах перед матчами, чтобы, так сказать, создать, так скажем, атмосферу, да, нашу красно-белую. И это тоже, как бы, поможет узнаваемости этих композиций и, так сказать, заучивание их уже для воспроизведения интеллекту. Расскажи, пожалуйста, как проходила запись. Наверное, это какой-то новый опыт в твоей жизни. Вряд ли раньше работал с фанатами 20. Спасибо, братишка. Неудобно. Работа была непростая, очень долгая, очень позитивные моменты, какие-то стычки. Ну, это нормально, когда творческие люди сталкиваются с интересом. Денис, какой вопрос по поводу, так сказать, громких обсуждений в интернете? ОПГ, Ромашка, может, так раскроешь все-таки тайну? Кто входит, кто лидер, кто глава? Она уже распалась, мы остались только с Димой, но в плане потопляемых. Я, как бы, пришел, и она уже существовала, ОПГ Ромашка. Так что пусть будет главарь Димы, они ее сделали ОПГ Ромашкой. Сейчас Илюху еще подцепить надо. Третьи с одним из бывших, так скажем, главарей. Надеемся, что наша Ромашка обыграет. Их Ромашка. Вот, собственно, сам диск, который мы записали. Еще он состоит. Вот здесь вот у нас мы перечислили все фамилии и имена участников нашего проекта. Мы, можно сказать, их увековечили на этом диске. На развороте диска вы видите, собственно, сам второй альбом. Буклетик с текстами к этому альбому. А также здесь вот во вкладочке первый альбом бонусом мы положили. Думаем, что это будет полезная вещь в этом альбоме. Парни, спасибо вам большое. Дарим вам вот диск Фратри музыкальный. Четыре у нас экземпляра есть. Послушайте обязательно. Реально очень крутая тема. Ребята мы с вами вручите язык язычных. Хотя можно и в пакете. Я думаю, что все его зацепили. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, парни. Спасибо. В результате получилось то, что все уже, наверное, слышали. И дай бог услышат. Сейчас включу вот это одна из сессий, где ребята записали вокал. Вот каждая дорожечка. Вот я ее показываю. Вот так на диске. Такая вот веселуха. Заходите в наш магазин Спартак Стор. Ссылка на который находится под видео. Там вы сможете приобрести диск и помочь с движением. Спасибо всем за участие в нашем проекте. В Тарасовку мы едем и слышим звон мечей. Сегодня мы увидим кумиров москвичей. В Агисхиди Атулин защитник как стена. Мы высшую вернулись и отомстим сполна. Зажравшимся грузинам, зажравшимся хохлам, Зажравшимся легавым задроченным коням. Субтитры сделал DimaTorzok